Моя задача сегодня очень простая, с одной стороны, и сложная, с другой. Дело в том, что вы занимаетесь литературой, а я специалистов области литературы, поэтов, писателей тоже очень люблю, но в основном вижу их уже изнутри. Поэтому, как вы понимаете, у нас разные точки зрения. Но я хочу рассказать о том, что можно в своём творчестве предполагать в качестве реакции от человеческого мозга. А чего нельзя? На самом деле, глобально, в конце моего краткого рассказа, вы поймёте, что перед вами стоит, собственно говоря, выбор творческий. На что и как работать. Этот выбор, к сожалению, очень сложно совместить. Так, чтобы вы были горячо любимой поэтессой, писателем, журналистом или режиссёром, и в то же время удовлетворять человеческим качествам, по высшему гамбургскому счёту, о которых мы, собственно говоря, мечтаем, когда ориентируемся на лучшие образцы и литературы, и кино. Поэтому сегодня так называется «Мозг и фильмы». Речь идёт о том, как устроен наш мозг для восприятия вот этого самого дела. Потому что что литература, что поэзия, это уж поэтесса особенно хорошо знает, это сплошное надувательство, обращённое к эмоциям. Желательно сделать так, чтобы человек их не контролировал, а, соответственно, любил и писательницу, и её произведения. Это всем хорошо известно. Так вот, сегодня я буду рассказывать о том, что лежит в основе всех этих конструкций. Вот у нас здесь мозги человека. Они, кстати, очень маленькие. Вы когда думаете, что у вас большие мозги, вы занимаетесь глубоким самообманом. Это на всё вот такой шарик. У нас волос, жидкости и там всего остального. Сейчас, секундочку. Я буду продолжать рассказывать, ходить. Он очень небольшой. И обычно на планете Земля, если уж так по-серьёзному на это на всё смотреть, он всего-навсего в среднем по планете имеет массу 1320 грамм. И проблема заключается в том, что в этой машинке, в данном случае, мозг практически здоровой девицы, 30 с небольшим лет, на легчайшего поведения. Пониженная социальная ответственность, вы понимаете. В таком возрасте просто так не умирают. Это нужно довести себя. Но здесь удалось, всё в порядке, поэтому мозг – хорошая сохранность. Никаких вам дефектов, никаких кист. Настоящий живой мозг. И оказывается, если взять, просуммировать так всё человечество, то здесь ставятся массы. Масса мозга – это просто общие сведения, чтобы вы представляли, с кем вы имеете дело. От 640 до 2400 грамм. Это обыватели. То есть не думайте, что человек с большой головой, он такой умный, ничего подобного. Сам большой мозг был найден у идиота, 2 килограмма 800 грамм. Теперь дальше. Патология от 240 до 2800. Это патологические мозги. Их много тоже. И гений от 1117 до 2230. Где-то, как видите, ближе к серединке. Почему такие низкие величины? 240 грамм – это на 100 грамм ниже, чем у шимпанзе. Так, для справки. И это были люди. Это микроцефалы, которые могли курить, рассказывать анекдоты, даже ухаживать, гонять коров, то есть были пастухами. Такой материал есть. Это о чём говорит? Что даже маленький мозг можно социализировать. И если человек не делает ничего сложного, то есть не пишет стихов, не сочиняет сценариев, не придумывает математических решений старых проблем, он вполне годится. То есть это говорит о том, что маленького мозга жить в скотских условиях, ну, например, Западной Европы, очень легко. Ну, и поэтому 670 грамм – это нижний предел обывателя. Это как раз член английского парламента. То есть, понимаете, да? То есть у него чуть меньше, чем у гориллы. Но это не нужно. Вы можете отщипывать там шерсть овцы, брать свой шилинг и садиться на место. Всё. На это у него хватало. То есть, иначе говоря, полиморфизм огромный. А с другой стороны, два килограмма с лишним тот же самый Тургенев. И 1100 грамм тот же самый Анатоль Франц. Причём это не патология, это реально. То есть, это о чём говорит? О том, что и в маленьком мозге может быть всё, что нужно для писуна, писателя, давайте так. Ну, не только для читателя. Но и в большом. Понимаете? То есть, это, как вы видите, зависит от чего-то другого, и мы об этом поговорим. Но самое главное спрятано у нас под этой вот самой корой с бороздами извильными. Я сейчас вернусь на секунду. То есть, вот это всё, покрытое бороздами извильными, это так называемая неокортекс или новая кора. Это то, что приобрели наши обезьяне-предки за последние 70 миллионов лет. Это то, чем мы думаем. Вот когда вы что-то хотите сделать осознанное, ну, в смысле, не размножиться, не украсть, не обмануть и не выпендриться. Понятно, да? Вы для этого тоже кору используете. Вот по заковыристости это сделать. А просто принимаете такие бытовые решения биологические, то это вот спрятано внутри стволей. Это всего 10-15% вашего мозга. И обычно этими 10-15% все живут. А это используется как бы компьютерный склад, база данных, которая используется для собственной социализации. То есть, желания самые примитивные, необходимости самые простейшие. А вот реализовать что-то сложное, реально человеческое, вот для этого сразу надобится вот эта огромная конструкция. Как они между собой взаимодействуют, мы с вами поговорим. Это основа литературной культуры, на самом деле, из которой строятся все сюжеты. Если вы ретроспективно посмотрите, начиная с древнееврейских сказок, окончаясь современной литературой, речь всё время идёт об одном и том же – о взаимодействии древнейших центров, доставшихся на сад обезьян, с тем, что мы выработали в процессе эволюции собственного. Как это всё устроено и как это делается? Вот эти самые три вырождённые формы поведения, они основа. Вся социальная структура общества, все законы, все гуманистические вопли, стоны, и все фашистские вопли, стоны – это всё об этом. Это инстинктивно-гормональный и когнитивный процесс, которые почти не имеют никакого значения для характеристики нас с вами как людей. С здравомыслием это не имеет отношения. Нужно какое-нибудь здравомыслие плоскому очереду для того, чтобы размножаться? Упаси бог. Наоборот, так лучше пойдёт. Нужно какой-нибудь собаке, какое-то особое знание математики, чтобы заботиться о щенках? Да не нужно. Нужно для того, чтобы этой же самой щенячей щеной суки загрызть какой-нибудь дурного кабеля, это не нужно ничего. То есть доказать свою состоятельность. Таким образом, репродуктивное пищевое и социальное поведение лежит в основе человеческого общества. Все законы наши регулируются. Обратите внимание, хоть один закон был принят о интеллекте в нашей стране. Нет. О размножении. Каждый год. После этого можно сколько говорить о социальной структуре общества. На самом деле это не социальное, а биологическое. И биологическая эволюция продолжается. Это отдельная тема. Значит, вся эта штука регулируется метаболизмом мозга, потому что он не может бесконечно работать. Почему? Потому что мы, если ничего с вами вообще не делаем и лежим тихо с бутербродом около телевизора, или, не дай бог, заснули около него, что ещё лучше, чтобы не слышать? Тогда что происходит? Вы получаете от всего вашей штушки тела, ножки, ручки, всё остальное, потрошка. Мозг всего занимает 1,5 массы и при этом потребляет 10% энергии. Вдумайте. То есть уже в 5 раз больше, чем положено. Если вы спите практически. А если, не дай бог, вы стали думать, то возникает катастрофа. То есть начинается ужасное событие. То есть не дай бог вы решили стать вот таким красивым. Кстати говоря, пиписка торчит только у приматов. Но это так для справки. Имейте в виду, что если видите самца без нее, это точно не примат. Поэтому будьте осторожны. Ну, инопланетянин, трансцендентное существо. То есть у всех приматов всё нормально. У всех, даже у маленьких таких. Так вот, оказывается, что в пассивном состоянии 9% это энергии потребляется. Как белки, жиры, углеводы, которые проходят. А вода, примерно каждые 12 часов, кстати, это независимые пути. И если обмен кислорода, то от 18, от всего организма, вдумайтесь, до 25. И 24 всей энергии, если вы возбуждаетесь. То есть выдержать в такой работе интенсивной нельзя. Поэтому если будете писать на заказ какое-нибудь сочинение, не тяните. Начинайте писать сразу, как начинаете тратить деньги. Потому что иначе не успеете, а мозг перенапрягать нельзя. Через 2 недели начинается истощение, некомпенсируемое за то же время. То есть вход рубль, выход 3. 2 недели пашите, как дизель в заполяре, потом 6 недель будете непригодны ни к чему. Даже к любви. Поэтому будьте осторожны. То есть мозг таким образом регулирует свою активность. И как вы понимаете, я надеюсь, вы все нормальные люди, понимаете, что работать – это очень вредно. Иногда приятно, но очень вредно. И мозг сопротивляется этому со страшной силой. Невероятно. И есть чему сопротивляться. Потому что то, о чем я говорю, гормонально-инстинктивные центры, которые регулируют ваше повседневное поведение, что сейчас захотели есть и потрескали. Отлично. В желудок упало, запили чаем. Кстати говоря, вам пить хочется не от того, что пить хочется. Это жульничество чистой воды. Центр питьевой находится у нас в центре мозга. Это так, для справки, чтобы вы не писались в общественном транспорте, когда едете. В центре мозга. Почему? Потому что там датчики воды и соли внутри мозга. И пока туда доходит, проходит 15 минут. Этот датчик вы выпили 100 грамм. Если вы выпили литр, то вы начинаете искать отхожее место. А если вы выпили 100 грамм, то через 15 минут до вас дает, что вы попили. Никаких рецепторов на губах нет. И на языке. Это ваш мозг вас надувает. Он вас всю жизнь надувает. А здесь особо для того, чтобы у вас было ощущение фантомное пересыхание языка и губ. Понятно, как он справляется. Он же не может объяснить вам, что тебе надо попить. Вы же не понимаете, что вам надо пить. Он начинает сохнуть. Ничего, конечно, не сохнет. Но фантомное ощущение у вас есть. То есть это отдельная история. Вот эти центры гормональные, инстинктивные, которые отвечают за половые пристрастия, там всё, что угодно, они противостоят вот этим гигантским, но очень неэффективным ассоциативным центрам. То есть тем, которым вы думаете. Что там? Там есть органы чувств, представленные? Да есть. В затылочной области, пожалуйста, здесь зрение, здесь слух, здесь память, здесь оценка весовых соотношений, здесь сенсомоторные. То есть вы знаете, что рукой-то делаете? А здесь моторные центры. Здесь в основном центры, как раз то, чего вы сейчас напрягаете, центры письма графические. И, собственно говоря, то, что говорят ассоциативные, это вот маленькая-маленькая часть. Вот этим вроде как думать надо, но обычно это не используется. Второй ассоциативный повседневный центр, это вот здесь находится, примерно под моим кулаком, который пересекает, моторные, сенсорные, зрительные, слуховые, вкусовые центры объединяет. То есть вот примерно как это всё устроено и основное принятие решений, связанное с тем, что человек решается вести себя так или иначе. То есть ваш, представим себе, отрицательный герой вы выводите, неважно где, в стихах, или в литературе, или в кино. Он должен быть инстинктивно-гормональным объектом. То есть он должен что? Обращая внимание, можно включать голливудское кино. Отсутствие личных затрат на воспитание и образование. Понятно, да? То есть он должен вести себя как нормальный, свободный человек. Ну, в смысле бубы. А не… То есть не обременён ни образованием, ни социальной структурой. Поощрение базовых инстинктов. Он должен хотеть чего делать. Ну, понятно. И внутри культура культовая изоляция. То есть чем меньше человек вступает в социальные отношения, тем больше это поощряется мозгом. А вот позитивный герой, он всегда обладает хоть небольшим, но рассудочным центром. В Голливуде это тяжело идёт, но всё-таки идёт иногда. Почему? Потому что это очень затратное занятие для мозга. И требует предварительной подготовки, социального воспитания и образования. Обращаю ваше внимание, что вот это всё рассудочное составляет 80% массы мозга. а лимбическое, то есть от обезьянок доставшихся, нам всего 10. Как выгоднее жить? Ну, конечно, вот так. Побежал. Зачем напрягаться, когда у вас энергетические расходы, о которых говорил, просто колоссальные? Именно поэтому дамочки там падают в вздухоте, в обморок. Не из-за того, что они там выпендриваются, а из-за того, что отключают мозг, чтобы спасти всё остальное. Потому что потребление кислорода 18% даже в состоянии покоя. То есть думать очень вредно. Не думать очень полезно. В том смысле, что вы экономите подкожный жир, и всё хорошо. А вот вы знаете, каким приводит к катастрофам избыточная мыслительная деятельность. И поэтому нужно понять, как это регулируется. То есть как поддерживается примитивный образ жизни. Почему? Мы смотрим американский фильм, там бегает какой-то мужик с надутыми плечами в трико и с крышкой от кастрюли. Он герой Америки почему-то, я не знаю. И это герой, его смотрят дети. И сценаристы пишут, режиссёры снимают, актёры играют. Все платят деньги. Всё отлично. Почему? Потому что примитивные фильмы, она даёт возможность не тратить энергетических запасов мозга. Ни в коем случае. А дальше начинается самое сладкое. Чем примитивные фильмы, понижающие энергетические расходы, да ещё со сладеньким попкорном. Тут вообще замечательно. Да, ещё под пиво. Потому что как только мозг снижает расходы вот этой огромной части своей, той самой, которой думать надо, хотя бы на 1%, там с 25 до 24, тут же поощрение идёт, вас тут же поощряют тем, что внутри мозга вырабатываются отличные вещи. То есть, ну понятно, что эндоканабиоиды, эндорфины, окситоцин, а кроме этого не забудьте прекрасные вещи, такие как канабиоиды, имеется в виду, у кого вы перестали тратить на 2% энергии, вам косячок внутренний. Внутри мозговой мозг сам вырабатывает эти все вещества. Внутри эндогенные канабиоиды. Именно поэтому любая праздность, воровство… Ну, чиновник, например, сел на хорошее место, тут же наворовал денег. Но он счастлив. Он в глубоком экстазе. А в детстве не только канабиоиды, еще и опиоиды. Поэтому маленькие дети еще более отчаянно воруют и врут. Любой способ понижения энергетических расходов мозга поощряется внутренними наркотиками. Отсюда религиозность. Вы ее не перебьете. Если кто-то верит в мужика в трикос надувными плечами с крышкой от кастрюли, вы ничего не сделаете. Если он запечатлел его, в мозге человека есть такие феномены. У меня есть специальная книжка, называется «Морфология сознания». Мы запечатлеваем очень долго по сравнению с животными. Что это вообще феномен запечатлений? Это если утенок появится. Это знаменитые эксперименты Конрада Лоренса. Или котенок. Маленькая кошечка появится. Если она не будет видеть никого, кроме собаки, она будет считать маму собаку. Утки, если увидят человека, они будут считать мамой утку. Это и есть запечатление. У человека все то же самое, только поскольку мозги здоровые и созревают примерно до 25 лет интенсивно, в этот момент происходит масса запечатлений. Что это такое? Физически это установление связи между отдельными нейронами, которые приводят к тому, что это выбить из памяти нельзя. Все. Если это появилось, значит, с памяти никогда не выйдет. Вы можете до посинения уговаривать с помощью психологов учить этих детей, воспитывать. Бесполезно. Если они с трех до пяти или до семи лет оказались в этой среде, они будут ее воспроизводить, неважно по какому поводу. Это все равно как социальный инстинкт. Ничего не сделаешь. По этому поводу знаменитый эксперимент в Индии раньше. Для того, как была открыта и доступна стала УЗИ-диагностика, девушек рожали. А поскольку их надо потом уничтожать, правила такие религиозные, они их выкидывали в лес, чтобы дикие животные съедали. Это была настолько обычная практика, что девочек выкидывали тысячами каждый год. И кто-то из них выживал. И получались вот эти маугли. Ну, сказки Киплинга вы читали наверняка. И вот эти маугли, девочки, их иногда ловят и возвращают в общество. И что оказывается? Если они вот с трех примерно до пяти-семи лет побывали в этих условиях, они никакому возвращению не подлежат. Да, приезжают психологи, психиатры и педагоги со всего мира, но они все равно или очень мучаются, или довольно быстро умирают. Но умирают всегда, так и не адаптировавшись к человеческому обществу. То есть, я к чему веду? Если мы начинаем строить фильм, литературу, еще чего-то там, интернет-надувательство на основании лимбической системы, то мы это вкладываем в мозг навсегда. То есть, поэтому никакому исправлению, никакие особые дети, ни с каких зон военных действий не подлежат. Это очень печально, но это так. Почему? Потому что система нейрональных связей образуется при подкреплении самыми эффективными наркотиками. То есть, как это все выглядит? Вот нейрон отдельный, это из мозга человека, это глиальная клетка. Значит, вот этот отдельный нейрон, их у нас с вами вот в коре, который мы должны думать, это примерно от 9 до 30 миллиардов. А во всем остальном мозге, если все взять вместе, в среднее, по планете 150 миллиардов. Каждый такой нейрон образует от 100 тысяч до миллиона связей с соседями. Каждая связь обладает собственным внутренним криптошифрованием при передаче сигнала. То есть, короче говоря, один нейрон спокойно покроет метровым слоем своих успехов любую идею телеграмма дуровскую. То есть, по сравнению с одним нейроном, дуровская система криптошифрования – это детский сад, младшая группа причём. А у нейрона так 150 миллиардов нейронов. То есть, сигналы проходят примерно 100 сигналов в секунду. Значит, дальше, что выглядит, это вот так тело нейрона. Огромное количество отростков в сосуд, по которым идёт непрерывный поток энергии через глиальные клетки. То есть, между нейроном и сосудом всегда есть глиальная клетка. То есть, здесь жёлтенькая, сосуд красный, а нейрон синий. Поток энергии таков, что хватает на 6 минут. То есть, это так для справки. Представьте себе, без кормления мозга в течение 6 минут начинают необратимые изменения. Поэтому мозг – это энергозатратная система, которая работает всегда. Больше или меньше. А теперь перейдём к самому вещёленькому. К тому, что вот эти все мои знания, которые я вам кратко просуммировал, они нужны для того, чтобы понять, к чему обращаться. То есть, если вы хотите славы, любви, всеобщего низкопоклонства и прочее, надо обращаться к лимбической системе. Всё. Берите пример Сосан Сергеевича Пушкина. Как сказал один современный поэт, недавно ушедший от нас, «Вся его поэзия плавает в чём? В спермическом бульоне». Я надеюсь, вам понятно, о чём идёт речь. Так вот, хотите про это? Пожалуйста. Вы, значит, берётесь за самое приятственное, про любовь. Вот про любовь давайте всё. Все размножаются, как тараканы на грязной кухне. Все от этого страдают. Все хотят есть. Это уже чуть-чуть пониже. Ну и, в конце концов, меньше всего идёт в литературе и в кино это выпендрёшь. Выпендриваются мало и плохо. Неумело. То есть, других инстинктов нет. Паразитировать не на чем. То есть, если вы хотите всеобщей любви, надо базироваться вот на этих трёх системах. и делать их основой, то есть осью. Ну вот, пушкинская поэзия – это классика того, что на самое главное все стихи про размножение. Ну и небольшое количество о попытках приложить собственные мозги обычно неудачно, как вы знаете. О чём и стихи, собственно говоря. Вот здесь по такой пути. Если вы идёте интеллектуальным путём каким-то, ну, готовьтесь к тому, что к вам будут относиться как к Алманосову или Жуковскому, в лучшем случае. То есть, на этом не заработаешь ни популярности, ни славы, ни известности. Фильму смотреть особенно никто не будет. То есть, задача современного литератора стоит в том, чтобы надуть читателя, зрителя и сделать так, чтобы он почувствовал себя умным, хотя он таким не является, но в то же время, чтобы он плавал в том, что ему лично хочется. Вот в этих трёх ипостасях, о которых я говорил, на которых всё держится. Потому что если вы не будете его сильно напрягать интеллектуально, ну, он не захочет смотреть и читать. Ну, тратить энергию мозга на чтение или на просмотр фильма, когда это явно не принесёт колбасы завтра, ну, очень трудно объяснить это. Не поддавайтесь иллюзиям социальности. Социальность – это инструмент, чтобы скрыть длинный развесистый хвост. Больше ничего. Социализация и всё остальное, законы. Но есть ещё одна засада, о которой нужно говорить, поскольку она вызывает ещё большую трагедию, чем убогость человеческого сознания построена на биологических принципах. Проблема изменчивости. Дело в том, что даже если вы напряглись, написали гениальные стихи, написали гениальный сценарий, сняли абсолютно гениальное кино, смотреть его будет некому. Одной простой причине, что вот мы с вами, приёмники, вы ещё позастали, видите, ручки крутят, да? Вот если у вас приёмник коротких волн не принимает, вы ничего не услышите. Это понятно, да? Должен быть приёмник коротковолновый. А длинноволновый, да, пожалуйста, у всех почти, у всех работал. Так вот, приёмник нужен человек, который бы обладал той же конструкцией мозга, как тот, кто это написал. Ну, или близкое к этому. Это идеальная ситуация, если бы перед ЗАГСом там брать мальчика, брать девочку, их совать в томограф, смотреть в томограф будущего, смотреть, какие у них мозги, и говорить, ну ладно, совпадение там 70%. Ладно, можно заводить детей, вообще можно даже сегодня поужинать вместе. Есть шансы, что вы завтра утром проснётесь в одной постели, а не в разных. А смотрят там 50% совпадения по конструкции. Говорят, нет, лучше не надо. Лучше вам, знаете, вот, молодой человек жениться на тёщу, у неё там больше совпадений с вами. И будете жить душа в душу. Ну, как Макрон, пожалуйста. То есть, иначе говоря, конструкция мозга определяет отношения. В чём дело? Я не зря начал свой рассказ о том, что мозги большие есть, мозги маленькие. И что есть и большие мозги, и маленькие, например, приспособлены к литературному творчеству. И что, если Франц был шплинтом таким, и, значит, килограмм мозгов, это не значит, что он бездарен. Нет. Значит, дело в чём-то другом. И вот, начиная с 16 века, задавались вопросы. Ну, вот здесь французь Галь, которого считают изобретателем френологии, что чистое враньё, то есть, которое определял по шишкам человеческие способности, чуть-чуть коснусь истории, и вам будет интересно. Это, кстати, сюжет для течного фильма. Я всю жизнь мечтал снять, но это не моя профессия. Значит, он, представьте себе, в Австрии догадался до того, что, наверное, мозг давит изнутри на череп. Это, вдумайтесь, это был 1795 год. Монография 1795. Чувствуйте, какая фактура тут. Ещё и перья в шляпах, и ботфорты, и кружева от блох. Там фактура такая кондовая. Он догадался о том, а причём это Вена, Австрия, европский стиль, решил, что мозг давит на череп у ребёнка. И, мол, где выпячивание черепа, они отражают способности. И занялся этим. И написал диссертацию, защитил её. И что ж оказалось? Он начал ездить по городам и весям, а конец 18-го, начало 19-го века – это время талантливейших людей, как мы теперь знаем из истории. историков, военачальников, преступников, талантливых музыкантов. Вспомните, какой пласт музыки сложился в то время. Причём где? В цивилизованной столице, в Вене. И он начал собирать шишки, измерять, устраивал салоны. Но вроде этого только там, понимаете, были золочёные канделябры. Тут у нас попроще. Он собирал высший свет и измерял там всем эти шишки. Зная способности. Это было и развлечением, и околонаучной деятельностью. И когда он набрал большую статистику, стали возникать такие мысли. А не пора ли императора посмотреть? Ну, как вы понимаете, император дико обрадовался и распорядился в течение суток выслать его из страны. Ну, нет. Всем стало понятно. И он поехал куда? В просвещённую Францию. Думает, ну там-то Наполеон, он воспринимался как революционер. Вот. Почти. Приезжает туда и, значит, давай свои эти идеи рассказывать. Но произошло несчастье. Как только прослышал Наполеон про это дело, он у вас сразу в тюрьму. Объективизации. Как только возникла сама мысль объективизации человеческих способностей при жизни, начался ужас. Он так и умер, в общем, достаточно бедным, несчастным человеком, но оставил после себя парочку учеников. Один из них – Поль Брака. Тот самый, который открыл речевой центр в мозге человека. Но он первым заранил идею о том, что мозг – это не творожок, и что он у разных людей разный. И вот это дело постепенно превратилось в серьёзную мысль. То есть оказалось, что действительно разница есть. Но это не могли сделать до появления самого лучшего трупа в мире – это Владимир Ильич Ленин. Почему? Потому что извлекли его мозг, и поскольку мозг гениального человека должен был обладать уникальными способностями, и был приглашён выдающийся невролог, директор Института Кайзера Вильгельма Оскар Фохт, который по технологии своего ученика Бродмана организовал в 1920-х годах в Москве в специальном институте вот эту технологию изготовления срезов тотальных через мозг. Тогда и впервые были сосчитаны эти число клеток, число связей. Бехсерев, кстати говоря, активно сопротивлялся этому делу. Он продолжал, как в XIX веке, измерять длину борозд и извилин с помощью мокрой верёвочки. А вот Бродман сам, тот самый, который первым создал эту технологию тотальной гистологии. То есть тотальных тоненьких срезов по несколько микрон толщиной, где видно даже невооружённым глазом, вот видите, одно и другое поле, из одного и другого места. Вот эта кора, поверхность, оказывается, состоит из разных полей, которые отвечают за функции. Вот это я уже говорил, двигательные, эти зрительные, здесь слуховые и так далее. Здесь ассоциативные. То есть оказалось, что вот эта штука, вся эта кора, она ещё и сложная внутри. И настолько сложная, что когда начали сравнивать мозги выдающихся людей, ну вот Ковалевская, Менделеев, здесь ещё несколько выдающихся физиков лежит, оказалось, что никакой разницы нет. Ну что, мозги разные массы. Есть гений и с большим, и с маленьким. А вот когда стали смотреть поглубже, оказалось, что вот в этих-то цитартонических полях, которые отличают за конкретные функции, вот когда мы смотрим кино, работает в первую очередь 17-е поле. Обратите внимание, ну, отличается немножко. И понятно, что если вот это, перед этим вы будете показывать там какой-нибудь выдающийся фильм с особыми операционскими изысками, то этот ничего не увидит. А этот увидит всё. И объяснить вы вот этому и этому разницу в понимании не сможете никогда. То есть иначе говоря, когда вы пишете, вам надо и ориентироваться или на низкий уровень, совсем примитив-примитив. То есть мультфильмы, уровень такой, или рассчитывать на более интеллектуальных. Но чем сложнее организован мозг, тем реже это возникает. Поэтому гениев мало. Мало гению написать. Надо найти людей с такими же мозгами, хоть не гениальными, которые бы позволили это всё воспринимать. Ну, здесь прям впрямую показано 17-е поле одно и 17-е поле другое. Разницы оказались кратные. То есть первая же попытка показала 240%. Но дальше дело совсем было дрянь. Начали исследовать мозги выдающихся людей. Причём каких? Ну, например, Маяковского, того же самого. Не только Ленина. Так, Сукс, Пиндиаров, Рейснер, Горький и прочее. Что оказалось? Оказалось, что максимальные различия, причём, обращаю ваше внимание, в полях, которые связаны, связывают между собой кору и лимбическую, то есть скотскую систему, различаются некоторые в 40 раз. То есть представьте себе разницу. Вы сможете договориться с человеком, у которого определённое поле, к которому вы обращаетесь, в 40 раз меньше, чем у вас? Да никогда. И он с вами, если у него больше 40 раз. То есть по этой причине кино, литература, поэзия, то есть всё, что связано с маломальской интеллектуальной деятельностью, а не просто размножением, едой и доминантностью, всегда будет вызывать самые различные интерпретации, самое разное восприятие. Будьте готовы к тому, что всегда будут люди, которые будут вас проклинать последними словами. Нет того, что они такие злые, плохие, их мама плохо обучала. У них машинка для восприятия не работает. Она настроена совершенно другое. Она настроена, например, чтобы сходить, пока жена в командировке, к соседке. Вот тут у них всё хорошо получается. А вот что-то такое, что характерно для людей, у них не получается иногда совсем. Не из-за того, что они такие распущенные безобразники, а из-за того, что субстрат отсутствует. Что есть, то есть. И при этом маломальская одарённость, она ужасна из-за того, что кроме того, что существуют качественные, то есть количественные различия по размерам, вот лобные области, о которых я говорю. Посмотрите, здесь на глаз видно, что они разные у разных людей. Это с нижней части мозга. Тоже лобные области. Они различаются в разы, во многие разы. То есть таким образом даже апеллировать к интеллекту вы не можете. А лобная область – это важнейшая, мы говорим, интеллектуальная конструкция. Тем более она отвечает в том числе из-за биологической основы. Анорексия у девушек не лечится. Знаете, да? Они сразу умирают. На самом деле лечится. Сейчас надо немедленно покупать билет на самолёт и лететь в Мексику. И там вылечат. Там в одной клинике лечат. Берут острый ножичек и подрезают вот так. Чик-чик. И всё. Начинают хорошо есть, восстанавливаются половые циклы и всё остальное. Замечательно. Никаких проблем. Это называется психохирургия, поэтому в Европе запрещено. Там в Европе проще похоронить. Ну, это такая традиция гуманистическая, европейская. Понятно. Так вот, эти лобные области возникли и сложились как механизм обмена пищи среднеродственными особями. И именно на них построена вся эволюция человечества. Это отдельный разговор. Именно поэтому жертвенность в кино, в литературе, именно поэтому сопереживание и, так сказать, когда отдают свой самый вкусный кусочек от любимой собаки. Это вот то, чем мы эволюционировали последних 5 миллионов лет. Но это отдельный разговор, отдельная тема. Для вас сейчас важно понять, что восприятие мира абсолютно индивидуально. И поэтому мы не можем надеяться даже на архаичные части конструкции. Ну, вот, например, это гиппокамп, тот самый, который связан с лимбической системой, с нашими эмоциями. Ну, это вот в данном случае гиппокамп, знаменитый Рейснер из «Оптимистической трагедии», кто читал. У неё пять членников гиппокампа было. Это реально её мозг. Я сам смотрел его, интересный. И подкорковые структуры, самые древние, самые консервативные, которые казались ещё 30 лет назад незыблемыми, одинаковыми у всех, они тоже различаются во много раз. В три раза, в два раза, в два с половиной. То есть, иначе говоря, индивидуально изменчивость человека проявляется не только в том, что он соображает по-разному, он инстинктивно будет работать по-разному. Например, амигдалярный комплекс я предлагал в 90-е годы выжигать при входе в ЗАГС как у невесты, так и у тёщи. И агрессия падает, потому что у белых медведей это выжигают перед выступлениями в цирке, и они совершенно покладистые, никого не убивают. Чтобы профилактировать в семейной жизни, это можно было делать. Тем более агрессия, она не нужна. Всегда можно договориться. Ну и на сладкое, самое страшное, что только может случиться в человеческом мозге, это то, что у нас мозг различен на качественном уровне. В данном случае в мозге Маяковского под поле 40 нижнее отсутствовало начистое. Ну нет, просто всё. Ну представьте себе, вы начинаете бороться с кем-то. У человека четыре руки, а у вас одна. Ну нормально. Вы быстро, конечно, поборете его. Нет у многих очень людей, многих подполей, которые являются функционально значимы, просто вот эти красные минусы – это отсутствие начисто. То есть человеческий мозг уникален не только тем, что он там большой, пропорция массы тела, а тем, что он обладает уникальной особенностью. Разница между индивидуальными людьми, то есть отдельными людьми, даже родственными. В этом вся трагедия родственников. Причём родственники не могут никогда это говориться между собой. Да потому что разница между ними может быть кратная. Составляет не только количественный уровень, но и качественный. Таким образом, разница между отдельными людьми выше, чем разница между отдельными видами животных. По поведению ничего не сделаешь. К сожалению, это нельзя, так сказать, прижизненно пока определить, хотя частично уже можно, прибор можно такой создать. Но пока острого желания ни у кого нет, поскольку вы понимаете, сразу же начнут определять способности. А способности, они не у всех. И по этой причине, например, если у сына владельца банка вдруг способности не окажется, вы понимаете, он же расстроится. Если мальчик или девочка только может кредиткой пользоваться, и всё. А должен-то быть директор банка новый. Поэтому, когда я говорил об этих вещах ещё 15 лет назад, мне говорили, ну хорошо, а как же с детьми? То есть они предполагают, что дети могут быть идиотами и получат справку. Но тогда как-то неудобная ситуация получается. Они же из Оксфорда. Ну как же так-то? А мозг, есть в нём особенность. Мозг не наследует своей способности от родителей. Иногда там было несколько семей, где просто детей воспитывали с детства, например, в музыкальной среде. Те же самые батя. Но всё равно гений один. То есть это понятно. То есть, к сожалению, мозг не наследует. Ценавык, ремесло. Почему у нас огромное количество артистов, которые играют как лошади на конюшне примерно? Из-за чего? Но из-за того, что они пошли по наследству. Способности нет, а наследственность есть. И связи родительские. И вот поэтому такая катастрофа. То есть человеческий мозг настолько индивидуален, что каждый раз надо отбирать по новой, а не по родителям. И отсюда, собственно говоря, проблема. Для умного кино для вас нужно, и для умных книг, для умной поэзии вас нужно людей, которые в состоянии это воспринять. То есть должны быть развитые поля соответствующие, которые нужны. Ассоциативный центр, индивидуальный опыт человек должен приобрести, чтобы оценить вас. И при этом это всё очень затратно. Кто это будет затрачиваться? С 80% массы мозга – это значит энергозависимость. То есть он съел два больших бутерброда для того, чтобы прочитать ваших три стиха? Ну, это катастрофа. Он после этих бутербродов сможет оплодотворить кого-нибудь в подъезде. А тут стихи. Ужас. Понимаете, биологически несопоставимые вещи животные выбирают по животным принципам. А поскольку мы скрываем биологическую сущность, трагедия спрятана вовнутрь мозга. Вот в чём проблема. А вот к этим как раз всё отлично. Это хочу, это надо. Ну, понятно, что хочу почти всегда доминирует. И в массовом искусстве оно должно быть основой для того, чтобы сделать это массовое искусство успешным. Всё. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Очень интересно. Продолжение следует...